МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшний разговор связан с календарной датой. Завтра, 21 февраля, Всемирный день экскурсовода. А сегодня у меня в гостях сотрудники Городского краеведческого музея. Это директор Надежда Владимировна Толканова, Валентина Павловна Новикова, специалист по музейно-образовательной деятельности музея, Наталья Владимировна Виштебей, специалист по просветительской работе. Я думаю, эта дата такая, что стоит рассказать о своей работе. Музей за последние несколько десятилетий очень изменился. Это требование времени. Чем сейчас музей отличается от тех представлений, которые были раньше? Несколько запыленных экспонатов и помещения, которые редко кто посещает. Может быть, люди, которые посещают город впервые. Ну, если вспомнить, да, советские музеи, то в основном это было чинно благородно. Люди приходили на обычную классическую экскурсию, руками не трогать, только созерцаем. На сегодняшний день музей идет в ногу со временем, и, естественно, мы стараемся модернизировать нашу научно-просветительскую работу в части проведения интерактивных форм работы с детьми. То есть люди уже не просто приходят и слушают экскурсовода, который вводит их по предметному ряду и рассказывает экскурсии, но и непосредственно участвуют в диалоге с экскурсоводом, выполняют какие-то задания. Есть предметы, скажем, как это называется, у нас интерактивный фонд, который можно потрогать. То есть это реплики музейных экспонатов. Главное, чтобы посетители приходили и общались с культурным наследием. Вот цель музея. Поэтому, как бы мы ни хотели, мы должны идти много со временем и предлагать более расширенные услуги для посетителей. Насколько помню, раньше экспозиции не менялись десятилетиями. Теперь даже жители города Лабыт-Нанги могут регулярно посещать музей, потому что там постоянно что-то новое. Да, вот если посмотреть годовую статистику, то у нас получается в этом году 24 экскурсии. Соответственно, по 2 экскурсии в месяц. Но это не только в стенах нашего музея, но и у нас есть еще и выездные выставки за пределами нашего учреждения. Это в пределах у города и за пределами города с другими муниципалитетами. Но в любом случае ежемесячно обновляются экспозиции. Постоянная экспозиция... Ежемесячно? Да. Постоянная экспозиция по большому залу, она по канонам должна обновляться раз в 5 лет. Естественно, глобальную модернизацию экспозиции мы не можем провести, потому что это дорогостоящее удовольствие. Но в любом случае мы стараемся какой-то там, допустим, стенд изменить, что-то добавить, чтобы жителям было интересно что-то новое узнать. Несмотря на то, что экспозиция та же, но что-то новое можно узнать. А временные выставки регулярно нет. А давайте, прежде чем продолжить наш разговор, посмотрим последнюю выставку, которая была у вас. Эта выставка – результат долгосрочного проекта. Первая экспозиция была представлена еще в 1996 году совместно с Государственным Эрмитажем. С тех пор она была дополнена, некоторые предметы вторично отреставрированы. Экспонат обновленной выставки эмальцы могли увидеть в своих городах с мая 2017 года. Дошла очередь и до Лабытнанги. Здесь выставка завершит свое путешествие. Самым нашим знаменитым изделием, в котором хранится наша особая кладовая, является чаша со сцены полета Александра Македонского на Грифон. Эта чаша была обнаружена в составе клада в поселке Лабхари. В нашем собрании хранится ее гальванокопия. Оригинал был в 2003 году Государственный Эрмитаж. На найденных чашах 9-10 веков зачастую встречается изображение всадника. Но лошадей на территории современного округа не было, поэтому предполагается, что происходили контакты с населением, живущим южнее, где ранее проживали венгры. В их искусстве часто встречается образ всадника. Поэтому считается, что народность обских угров образовалась после ухода некоторых венгров на север. Так все найденные предметы дают возможность историкам воссоздать картину того времени. Выставка на самом деле представляет такую небольшую, но все-таки очень значимую часть особой кладовой МВК имени Шимановского. Здесь представлены те предметы, которые напрямую приводят к размышлениям о очень плотных культурных, торговых, возможно даже дипломатических связях нашего населения в средние века с цивилизациями Европы, Пиридней Азии, с русскими княжествами. И в принципе, учитывая, что мы практически не имеем письменных источников, которые могут нам раскрыть эти связи, то эти предметы являются единственными свидетелями этих плотных сношений. В начале и середине второго тысячелетия ювелирные изделия стали массово импортироваться из предурали на север Западной Сибири. Так привозные украшения вытеснили бронзовые изделия с изображениями местных животных. Женские комплекты были достаточно тяжелыми. Мастера выполняли работу настолько тонко, что металл легко мялся, поэтому внутрь насыпали песок. Такие украшения подчеркивали статус женщины. Выставка понравилась, очень интересная. Произвело впечатление, что на нашей территории найдены предметы с Западной Европы, со Средней Азии. Это означает, что были связи между теми территориями и нашими в столь давние времена, в первом тысячелетии. Ну, как девушке понравились женские украшения. Есть и массивные украшения, и более элегантные. Интересно то, что в те времена могли так искусно делать такие изделия. Я по своей профессии очень много путешествую в наших Ямальских горах, полярно-уральских горах. Очень много работал в разных частях. Поэтому я очень хорошо знаю, что найти вот эти вещи очень трудно. В наших природных условиях очень трудно. У лабытнанцев есть возможность увидеть уникальные предметы выставки «Сокровища Приобья» в городском краеведческом музее до середины февраля. Вот это было из последнего. Надежда Владимировна мне сказала, что когда-то она эту выставку еще смотрела в самом Эрмитаже. По всей стране гуляет эта выставка, передвигается. Ну, первое. Изначально она же выставилась в Эрмитаже в 1996 году. В 1997 году я поступила в университет, начала обучение, естественно, нас водили в Эрмитаж. Я помню, что эта выставка находилась на цокольном этаже Эрмитажа. И было очень приятно, что Солихарда, ну и частично дополненно фондами Эрмитажа, она была выставлена там. Скажите, а как стать интересным экскурсоводом? Чтобы тебя слушали. А чтобы тебя слушали. Да есть у каждого, наверное, свой секрет. Потому что приходит же разная аудитория. Со взрослыми что-то свое. Вот мне нравится больше, конечно, с детьми. Потому что это, наверное, самые внимательные и самые такие непосредственные зрители и слушатели. Потому что ребенка не обманешь. Если ему неинтересно, он и слушать просто не будет. Ну, вот опыт, наверное, работы в педагогике. Он дал свои вот эти результаты. Уже умеешь и притянуть внимание ребенка, рассказать что-то интересное. Штучку, закорыжечку, которая будет интересна и привлечет внимание. А у вас? Скажите. А я постоянно самообразовываюсь. Во! Потому что без этого просто невозможно. Тот опыт, который даже годы дают, его недостаточно. Для того, чтобы вы сами только сказали, что у нас, Надежда Владимировна сказала, что у нас ежемесячно меняется экспозиция. И надо знать о ней. И надо найти такое красное пятно, вот такое эмоциональное пятно, чтобы от него плясать. Вот сначала заинтересовать, а потом уже притягивать к себе потихонечку, вот именно к этому красному пятнышку. И тогда ребятишки, посетители любого возраста. И, конечно, текст экскурсии должен быть обязательно адаптирован к возрасту. А как же с тоном, знаете, такое из советского прошлого? Посмотрите, налево здание 18 века, архитектор, тон беседы тоже должен быть какой-то? Обязательно. Обязательно. Вообще экскурсовод, который берет на себя такую ответственность снабдить какими-то знаниями аудиторию пришедшую, он в обязательном порядке должен быть сам эмоционален, коммуникабельен. Потому что, понимаете, ну на тебя смотрят, прежде всего, с твоих губ срывают ту информацию. И вот уже пойдет она в уши, в сознание. Ну, это только от экскурсовода. Даже, может быть, иногда и не от текста, а вот именно от подачи материала. Именно от подачи материала. Поэтому, конечно, эмоции никуда не деть. А расскажите о своих последних экскурсиях, с профессиональной точки зрения, где вы были, на какой экскурсии слушали других экскурсоводов? Ну вот, сокровища приобья мы слушали. Вот сейчас смотрим репортаж. Мы в основном, я вот про себя себе скажу. У нас только те экскурсии, которые открывают, приезжают гостевые. Если относительно, допустим, меня, я была во Владивостоке, и там я была в музее военной техники. Посмотреть очень интересно, послушать очень интересно. И очень для себя, для самообразования, для расширения своих знаний, очень интересно послушать любого экскурсовода. Все равно, какую-то крупицу, какое-то зерно, а может быть и большой багаж, вложишь в себя. Валентина Павловна, вы на какой экскурсии последний раз были? На запоминающейся. И хорошо, не может быть не на последний, а на запоминающейся. Было такое. Вот я была в Питере с большим нашим проектом. Северные дети едут в Петербург. И нам, конечно, там пришлось посетить много музеев, потому что главная цель – познакомить с культурным наследием Петербурга. И, вы знаете, и в Эрмитаже, и где мы только не были, и каждая экскурсия, это, конечно, запоминается, потому как редко ведь возможность у нас есть в таких больших мирового значения музеях побывать. Но вот больше всего как-то меня поразил мужчина-экскурсовод. Мы ездили по Питеру. Несколько у нас было остановок. Но он так проникновенно рассказывал, как будто вот это его настолько родное, как он о своей семье, о своем любимом месте говорил. И было понятно, что ты тоже уже любишь Петербург, любишь все то, о чем ты говоришь и о чем он говорит. И хочется, чтобы и это услышали дети в первую очередь. Конечно, личность экскурсовода много, значит. Он в себя влюбил. Он в себя влюбил. Вот точно. А вам что из последнего или интересного запомнилось? Ну, я много путешествую, на многих экскурсиях бывала. Иногда даже приходилось самой с туристическим автобусом, уже не раз была на этом маршруте, участвовать в экскурсии. Потому что запоминаем, может быть, читаем много. А вот, наверное, более запомнилась мне, скажем так, эта экскурсия на 35-й береговой батарее в Севастополе. Меня настолько впечатлила эта экскурсия, что я на следующий год сына в охапку, и поехали мы в Севастополе дыхать. И жили мы около 35-й береговой батареи. Каждый день мы по ней проходили. Нашла я этого экскурсовода. С огромным удовольствием опять мы прошли эту экскурсию. Со мной еще были друзья, и очень впечатляет. Потому что человек через себя пропустил все события. И когда я в первый раз попала с нами, была делегация детей из Германии. Ну, для них это было как-то увеселительно, что поражало, несмотря на то, что настолько трагично рассказывали истории. Но когда они зашли в Пантеон, очень впечатляет и давит на человека массив той информации, тех имен восстановленных. Вот какая работа была проведена. Имен много. Я вот сейчас, наверное, 20 тысяч уже там имен. И заходишь уже сам Пантеон, и под куполом стоишь, и с купола на тебя смотрят, спускаются лица вот этих погибших, и свечками уходят. Впечатление неизгладимое. Ну, естественно, экскурсовод был с нами, хоть и молчал, но как-то поддерживал. Потому что в этом случае надо было нас поддерживать. И что меня очень удивило, мы вышли из этого Пантеона, каждый придавленный немножко. И, наконец-то, эти дети из Германии тоже это прочувствовали. Вот это был результат. Мне очень это понравилось и впечатлило. Работа экскурсовода. Ну, это последнее из моего опыта. Последний раз я брал сына в Москве. Он был в музее Советской Армии. Да, конечно, приходилось его отдергивать и к какому-то экспонату подводить и рассказывать. Там, прочитал строчку, это такое-то, такое-то, а вот какие-то факты изложить. Я думаю, что экскурсовод сделал бы это посещение музея Советской Армии гораздо интереснее. Так ли это, на самом деле, да? Ну, конечно. Он же уже наделен какой-то информацией. Ну, может просто довести это. Конечно, вот понимаете, тексты — это хорошо. Но когда слушаешь, читаешь, воспринимаешь, речь — это единственная такая... Не заменить текстом написанным. Ну, речь ничем не заменишь. Не заменить. Ну, я бы добавила, наверное, все-таки там сухой текст, а здесь человек, который экскурсовод, в частности, когда рассказывает о предмете, он уже не... Прежде чем выпустить экскурсовод экскурсовод и на экскурсию, человек должен пройти много инстанций и потом принять эту экскурсию, методический совет. Но перед тем, как он разрабатывает экскурсию, он готовится непосредственно с предметом, с его историей, как он сюда попал, то есть какие-то легенды. Этим владеет только человек, а не этикетка. Совершенно верно. Всегда в группе найдется какой-нибудь хулиган, который мешает вести экскурсию, да? Что с ним делать? Как справляетесь? Заинтересовать надо. Вот к нему надо. Найти подход к этому ребенку. Ко всем можно найти подход. Все равно что-то будет такое, что его заинтересует. Может быть, вопрос задать? Да, да. Вопрос задать. А значит, ты откуда-то, да? В обязательном порядке. А кого больше в городском Коевическом музее посетителей взрослых, иногородних граждан или все-таки детей? Наверное, просветительскую деятельность музея ведет такую большую. Еще какую большую. Вот сейчас буквально вы сюда в студию к нам пришли, да? Было какое-то занятие школьников, да? У вас в музее. Ну, сегодня аркированный день. Должно было быть. Должно было быть, да? Сколько Валентина Павловна у нас групп? У нас 26 групп. Вот. На постоянной основе входящих в музей. И это более 500 человек. Деток нашел. Сам за себя, как говорится, говорит цифра. Но я так думаю, и по статистике, что у нас больше, можно сказать, что поровну, наверное, и взрослые ходят, в основном, гости. Гости города. Вот горожане в основном приходят на такие мероприятия, какие-то большие акции, допустим, ночь в музее, ночь искусств, еще какие-то мероприятия, да, такие большие. Ну, в основном, конечно, детская аудитория. Но гости-то у нас тоже. География наших гостей очень обширная. И есть чем заинтересовать гостей? Какими экспонатами вы вообще гордитесь, которыми показываете чаще всего? Ну, наверное, это те экспонаты, которые собирала Ирина Петровна Горская, потому что они уникальны. Это экспонаты, рассказывающие о быте местного населения. А есть экспонат, который она, собственно говоря, носила, да, это ее сапожки. Этот экспонат принял участие первый раз в 2007 году в фестивале Интермузея в Москве. И благодаря этим сапожкам узнали нас в Москве в музее. В Москве наш музей, потому что люди, которые приходили первый раз на экспозицию, увидев эти сапожки, потом приводили своих друзей, говорят, они настоящие, а в них еще и человек один. А там гвоздики деревянные. И вот многие, кто приходят, все очень удивляются этим сапожкам. Французов тогда удивили лыжи. Да, то есть как-то мех. Для них это вообще было что-то уникальное. У каждого посетителя есть свой любимый экспонат, вот как понимаем мы, потому что уходишь по экспозиции, не можешь уделить одному экспонату время, рассказываешь обо всех. Но все равно, завершая экскурсию, подойдет посетитель к какому-то определенному экспонату и попросит рассказать подробнее. То есть есть такие. А вам что нравится, кроме сапожек? Что интересное, какой еще для вас, может быть, дорог сердцу экспонат? Какой? Наверное, из детей очень любят шары из дробильной установки, которые почему-то все считают ядро пушечным. И вот когда даешь в руку, можешь представить, откуда это, догадайтесь, откуда. Первое, что, конечно, ядро. Но когда начинаешь рассказывать, что у нас, оказывается, на Урале было первое такое горнорудное предприятие, и откуда этот шар, какую он роль играл, то, конечно. Вот. Вот. Такая табличка из музея. Руками не трогать. Да? А если хочется? Идут же навстречу музейные работники, придумывают самые разные ходы, чтобы тактильные ощущения были, кроме зрителей. Да-да-да. Когда понимаешь, что с предметом ничего не случится, ну, например, даже металлические какие-то, да, предметы, то почему бы не подержать тот же утюг, почувствовать, как женщина могла гладить вот таким старинным угольным утюгом, или подержать вот этот же шар с дробильной установки. Для них это дали потрогать. В восторг. А я вот, например, восторгаюсь вообще, не знаю, ремеслом вот этих женщин местного населения. Вот надо так орнамент вышить. Вот у меня вот здесь тучин, который я всегда обыгрываю, стараюсь на всех мероприятиях детских обыграть, то они мне в этот... Тучин – это сумочка орнаментированная, то они туда и очень свято верят, что они туда вот загадывают загадочкой, она сохраняется, и они уже... У них уже контакт с этой сумочкой тучин. Но вот это творчество, умение вырезать орнамент, это несколько лет, да, сукном проложить, вшить. Я просто не знаю, как это делается. И я всегда просто восторгаюсь вообще этими людьми. Замечательно. Ну, мы подошли к другой немножко теме нашего разговора, что музейные работники это не только вообще проводят экскурсию, что-то рассказывают, показывают. Вообще сейчас задача экскурсовода вообще глобальная, да, заинтересовать. Я предлагаю посмотреть сейчас вот еще один сюжет. чем еще занимаются сотрудники музеев, экскурсоводы. Игра в снежке – любимая забава детворы. Именно веселыми развлечениями зима хотела увлечь ребят, чтобы они не прогоняли ее. Ведь уход холодного времени года и встреча теплого – главный повод праздника Масленицы. Весна, как символ обновления, пришла порадовать северных школьников своим теплом. Я одеваю почки, зеленые листочки. Теперь я одеваю, посеву поливаю. Движение полно. Зовут меня? Весна! Подвижные игры и конкурсы вместе с ребятами провела и весна. Дети узнавали, как испокон веков на Руси забавлялись их предки. Давай! 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 После игр с воображаемыми блинами малыши ожидали уже настоящие вкусные и теплые угощения. Затем, как подкрепились, ребята отправились на улицу, чтобы сжечь чучело, символизирующее зиму. Гали, гали, ясно, чтобы не погасло! Масленица – это такой большой праздник, и там всегда кушают блины и веселятся. Масленица – это веселье. Мы провожаем зиму. Это радость для всех. Есть блинчики, сжигать пугало. В игровой форме ребята узнали о православном празднике Масленица и русских обычаях и забавах. Это еще один вариант работы экскурсоводов и музейных работников? Ну да, у нас есть программа «Календарь музейных праздников», где дети знакомятся с традициями. В первую очередь музей должен сохранять традиции и знакомить. Естественно, не ограничиваемся только экскурсионной деятельностью, лекциями и занятиями. Должны какие-то быть веселительные мероприятия, но тоже время просвещающие. И вот такие праздники, как Масленица, Шаннишки, Пасха и Проводы лебедя, у нас много праздников, и они, естественно, знакомят детей с культурой в игровой форме. И это гораздо более успешный, наверное, проект, нежели это просто было бы лекционно. Что-нибудь на ближайшие подобные мероприятия можете пригласить? Что-нибудь такое интересное будет? Традиционно. У нас традиционные праздники ежегодно мы проводим. Шаннишки, Комизыренские, они будут как раз в последнюю неделю, марта. Это Комизыренский праздник, да. За ним следом пойдет православный Пасха. Тоже мы его традиционно каждый год проводим. Без прошлого, да нет настоящего, надо же все возрождать. И как интересно вот этим детям, современным, которые отбрасывают, наверное, гаджеты свои, чтобы поиграть, побегать. Отбрасывают. Да, мы еще у нас есть момент, мы обязательно стараемся ввести, ну, в основном во всех сценариях у нас кукольный театр. Ну, так сказать, театр. Ну, так, фрагменты, но в обязательном порядке. Вот вы бы видели тех детей, которые видят куклу Бибабуа, пальчиковую, непрофессионально управляемую. Ну, как они на них смотрят? Ни с какими гаджетами. Не сравнишьте. И верят, свято верят. Вот все происходящее на ширме. Свято верят в это. Интереснее, чем мультик дома смотреть, да? Конечно. Живое общение. Они же общаются с куклой. Получается, музейный работник еще и артистов вдобавок. А то. Самим интересно? Всегда интересно. Очень. Всегда интересно. И мы сами заражаемся этим весельем, этим настроем. И мы идем с этим настроем, но после праздника, хоть ты и вымокший весь, да, уставший, но столько счастья, столько удовольствия получаешь и от общения, и от самого праздника. У нас, к сожалению, не так много времени осталось. Давайте о перспективах, о планах. Есть такая задумка сделать большой комплекс в Коми-деревне, да? Есть такая перспектива. Что это будет вообще такой интересной? Ну, на самом деле, мы хотели бы видеть там музейный этнографический комплекс в состав которого бы вошло стойбище народа хантов и Коми-подворье. И вот все задаются вопросом, что бы было с созданием старой школы. Я в нем вижу отреставрированное здание, какую-то ремесленническую мастерскую. То есть это наши мечты. На ближайшее будущее, это уже в этом году, планируется проведение археологических раскопок, достаточно масштабные. И мне бы хотелось, чтобы все наши жители и дети приняли в этом участие непосредственно. Кстати, команда, которая будет проводить археологические раскопки, они это очень приветствуют, участие людей на раскопе. То есть понять, что такое профессия археолог, как проводятся раскопы, самим попробовать, кисточками поработать. И есть такой проект, дневник археолога. Я думаю, что он воплотится, и к дню города будет это такой своеобразный сюрприз. Это на ближайшую перспективу. В дальнейшем, естественно, как только земля освободится от охранных обязательств, там уже будем обосновывать стойбище Ханта. То есть освоение этой территории будет постепенное. Дело в том, что там есть охранные обязательства по тому, как находится выявленный объект археологического наследия, который заставляет нас вести определенный образ жизни, скажем так. Ничего не трогать, ничего не производить, не строить. То есть в первую очередь мы должны провести археологические раскопки. Я думаю, что жителям будет очень это интересно. Я сама участвовала. В археологических раскопах это хороший опыт. Хорошо провели там порядок летом, да? Вы тоже принимали непосредственно в этом участие. Всегда. Ну, коми-деревня, я бы вообще на самом деле и провела в Урнахатл там вот 7 апреля, потому что людей надо приучать к этому месту, жителей нашего города, что у нас есть такой объект, что его надо популяризировать. Это уникальный объект. И люди сюда, которые приезжают, ученые, биологи, вот не так давно это были у нас два гостя, Гагарин, простите, космонавт и второй ученый, да, биолог. Он искал место силы, его интересовало место силы. Но поскольку у нас сугробы, мы не могли подойти к этим лиственницам. Очень многих интересует именно места силы. А наши 7 лиственницы это место силы. Ну, еще в завершении. Какая ближайшая выставка? Куда бы вы еще пригласили лабытнанцев или гостей города? Что ближайшее интересно будет происходить у вас? Ну, вот буквально завтра у нас забирают сокровища Приобе и переезжает выставка из Абдорского острога. Они сами сделали такой выставочный проект дневник Тани Савичевой и будут выставляться у нас. То есть, как только они у нас выставятся, мы всех приглашаем. То есть, информация будет. Не от нас немного зависит. Мы не можем конкретно дату сказать, потому что это все зависит от тех, кто привозит выставку. Замечательно. Вот, уважаемые телезрители, смотрите, как интересно, какие интересные события происходят в нашем городе, в городском краеведческом музее. Это совсем не то, не то, каким вы представляете музей раньше. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам, рассказали. Желаем вам побольше интересных и заинтересованных взглядов посетителей. Вас, уважаемые телезрители, я благодарю за внимание. Оставайтесь с нами на канале Лабутнанского телевидения и до новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин